В одиночестве и под обстрелами. Пенсионерка из Кирова Донецкой области Мария Пухненкова слышит взрывы почти два года. Женщина не может спокойно спать и уже перенесла два инфаркта. Вся пенсия уходит на лекарства. Как выживают старики в так называемой серой зоне и от кого ждут помощи, узнавали корреспонденты событий. Мария Пухненкова живет на окраине поселка Кирова. Она постоянно слышит взрывы и боится за свою жизнь. Во время последнего обстрела стекла в ее доме едва не вылетели, а в соседний двор прилетел снаряд. Я только Бога молила, чтобы мою хату не разбили, не сгорела она. Живет пенсионерка одна. Муж давно умер. Дети и внуки разъехались. Даже во время сильных обстрелов из дома Мария Андреевна не выходит. А я и не могу прятаться. Я же не залезу ни в подвал, ни с подвала не вылезу. Ей трудно передвигаться. Ноги подводят. У меня голова постоянно кружится. Я больше вот так с палками, с двумя палками. В каждом углу у меня палка. Пенсионерка принесла два инфаркта. Лекарства всегда под рукой. Старушке они жизненно необходимы. Но их запасы уже на исходе. Вот это все 10 штучек осталось. Одна пластинка стоит 200 гривен. Это очень дорогие. Как выжить без медикаментов старушка представляет себе с трудом. Все деньги уходят на таблетки, а на продукты не хватает. Для Марии Андреевны и тысячи таких, как она, пенсионеров, продуктовый набор гуманитарного штаба Рината Ахметова – единственное спасение. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Я не подниму. Я вам поставлю на стол. Ой, спасибо. Гуманитарной помощи Ахметова Мария Пухненкова очень рада. А большинство так думает, что он от души все делает. Это хороший, добрый человек. Вот таких бы побольше Ринатов Ахметова. С начала военных действий на Донбассе гуманитарная помощь Ахметова спасла более миллиона жизней. Для этого штаб роздал более 6 миллионов 900 тысяч наборов выживания по обе стороны – линии соприкосновения. Помощь получают самые незащищенные категории населения. Почти за год работы наши мобильные бригады посетили 425 больших и маленьких поселка Донецкой области. И раздали 110 тысяч продуктовых наборов для стариков, инвалидов, детей, для самых обездоленных людей, которые остались в серой зоне. И мы понимаем, что помощь Рината Ахметова для таких людей наиболее важна и существенна. За домом у Марии Пухненковой есть огород. Всю свою жизнь она проработала на земле, но сейчас справляться с таким хозяйством не по силам. Очень ждет, когда приедет сын. Без него посадить ничего не может. Будем воронить уже начинать, досажать. В этом году ранняя весна. Надо сажать пораньше. Мария Ивановна надеется, как и прежде, на ее грядках взойдет новый урожай. Лишь бы небо, под которым он вырастет, стало мирным. Оксана Корчма, Владимир Конопля, События, Канал Украина.